Саша, вчера прошла эсконференция, связанная презентация твоей спортивной линейки. Ты рассказывал о том, что как раз сейчас собираешь команду, с которой будешь в дальнейшем развивать этот продукт. В том числе берешь на себя частично вопросы по менеджменту. Вообще, как для тебя выстраиваются отношения именно в бизнесе? Что для тебя важно и каким образом ты пытаешься найти общий язык с теми, кто будет заниматься созданием и дальнейшим развитием твоей компании, совместно с тобой? На самом деле, действительно, это очень сложный такой вопрос, построение именно команды. То есть, если есть команда, тогда и бизнес можно скататься уже на 99% уже успешно. Потому что очень многое зависит от того, кто тебя окружает, единомышленники или люди или нет. Я признаю, что мы с Мишей уже давно доработаем, он как менеджер, представляет все мои интересы и в профессиональном дивизионе. Более того, у нас были еще в долгие времена, до моего возвращения, в тот период, когда у меня была дезинфикация для 2000-й периода, 2000-й по 2002-й год. Мы с ним работали вместе, у нас были в своем бизнесе. Я знаю четко, что этому человеку могу доверять, потому что и я за это не переживаю. Очень важно в компании вопрос доверия говорить искренне. Потому что если что-то ты своим подчиненным не договариваешь, что ты делаешь таком, это не всегда эффективно. Да, есть коммерческие вопросы, которые есть договоренности внутри и между партнерами, которые идут на высшем уровне с точки зрения учредителей компании. Это один вопрос, но все равно чем больше обладают информацией именно сотрудники, которые работают, работают в компании, действительно дорожат имиджем компании, хотят развиваться, хотят, чтобы компания превоспевала, они все равно должны быть в курсе. Если они в курсе, значит, они будут делать меньше ошибок, они будут идти в ногу с собой, мне не придется переделывать, перестраивать, переубеждать в чем-то. Тогда это будет единое целое. Такое, знаете, можно... Есть вот снежный ком, то есть маленький комочек снега, который катится по гору, а есть вот когда большой ком, который накапливается, накапливается, и сейчас его уже не остановить. Это то же самое, как в пространстве бизнеса, если сплоченная команда, большая команда, она уже идет, идет на предлевосемь, у них в годы кризиса, кризиса. И мне вот это важно очень, на самом деле, это такой процесс настроения, нужно, чтобы сотрудники между собой еще придерлись, чтобы было общее понимание, потому что многие люди пришли с разной структурой, вот это выединяет. Но есть одна такая тонкость, что эти отношения можно выстроить, достаточно хотя бы одного человека, который был бы в теме и знал, как выстраиваются отношения между людьми. И это тоже, на самом деле, кропотливая работа, чтобы каждому это объяснить, чтобы найти его достатки. Но если этот человек, который знает в теме, как выстраиваются отношения, он в кого-то не верит, вот этого человека нужно с ним расставаться. Потому что ничего хорошего не получается, если взаимоотношения не складываются и не соответствуют тем параметрам прогресса, который заложен, нужно расставаться. Причем я стараюсь все-таки расставаться по-хорошему, но не всегда это не получается. Понятно, ну, то есть можно, наверное, провести аналогию в том числе и с личной жизнью, поскольку... Ну, мне вот, например, сложно представить, как ты совмещаешь занятия спортом и в это же время остаешься примерным семьянином, у тебя прекрасные дети, жена. Но постоянно же возникает какой-то стресс. Как ты решаешь эти вопросы? Смотри, все очень просто. Прежде чем начать заниматься бодибилдингом в 2014 году, возвращение мое, да, причем все знают, что это бодибилдинг еще по тем годам, 2003 год моей подготовки, я уже был женат, у меня была там моя любимая теща, то есть вся семья была в то время, да, спустя 8 лет я возвращаюсь. Понимаю, что они члены моей семьи и понимаю, для себя спрашиваю, что для меня будет являться основной поддержкой, где мне нужна тыл, на который я могу опереться, с помощью которого я могу восстановиться, переждать, переосмыцелить. Понимаю, что это моя семья. Тогда первый вопрос моего решения, согласия, согласования моего пути, я прихожу в семью и спрашиваю, жена, Наташа, вот есть у меня такая идея, что мы делаем, у нас есть вот такие-такие-то варианты. Я даю ей возможность о том, что мы ничего не теряем, там, финансов, какие-то устраним эти вопросы, мне нужно это, что нужно для тебя, то есть это не то, что эгоистично, я буду тренироваться и ты будешь мне это готовить, так никогда не работает, рано или поздно будет конфликтная ситуация, всегда нужно что-то отдавать, если мы им будем отдавать 60%, а 40% забивать, это идеально, чуть больше нужно отдавать, чем забирать, тогда наступает гармония. Но мы люди чаще стараемся забирать, ниже, чем отдавать, нам нужно, чтобы мне, 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 а по-другому такой эгоистичный вид спорта, когда мне не нужно поесть, мне нужно поспать, мне нужно хорошо выглядеть, мне нужно одеться, мне нужно, чтобы на меня посмотрели. Ну, такое очень сложно, вот, но когда облетаешь и понимаешь, что такое отдавать, жить по поводу других людей, ну, это круто, когда дети уже понимают, что папа поехал на тренировку, да, я приеду. Ну, ребенок, когда я уезжаю на тренировку, он хочет, чтобы я его прокатил на машине, он порулил, я говорю, пацаны, я опаздываю, я поехал, или другого варианта, да, прокатил его, дал с ним, договорился, сказал, сынурочка, я поехал, вот, или ребенок уже 11 лет, старшая моя дочка, то же самое, с ней нужно договариваться, она тоже знает, что там папе нужно это и это покушать. Они все знают, они в курсе всех происходящих дел. Нельзя делать все таком и говорить, что мне надо, а вы подождите. У всех есть приоритетная задача, независимо от того, это жена, сын, дочь, все должны быть в равных условиях. У каждого есть возможность выбора и легче сохранить гармонию в семье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!